и так доброе утро доброе всем утро дорогие друзья и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору конкретно мы продолжаем изучать мишли притчи царя соломона конкретно это письменная тора с комментариями естественно из устной торы потому что откуда бы мы знали про письменную тору без устной торы то есть это было вместе единое знание которое мы получили от пророков И сейчас мы пытаемся его понять И кто хочет строить свою жизнь по каким-то устойчивым идеологическим программам Значит может использовать это знание для построения своей жизни Потому что в принципе каждый человек живет не в реальности, а в своей карте мира У каждого человека есть в голове некая карта мира И он живет в этой карте И интересно, что именно соприкосновение с реальностью практически не происходит То есть человек большую часть времени находится в своих мыслях В своих рассуждениях, размышлениях, ожиданиях, воспоминаниях В своих сериалах, да, я это называю сериалы Каждый живет в своем сериале И если человеку плохо, то что значит у него плохой сериал Он плохой режиссер, плохой актер, плохой сценарист И возможно, что у него изначально, он даже не знал, что он сценарист И его вот это вот сценарий, сериал, который он себе строит, да Он базируется на каких-то ошибочных исходных предпосылках, да Для чего жить, кто я, где я нахожусь, какие правила работают в этом мире Как действуют другие люди Ведь многие даже понятия не имеют о законах, которые управляют человеческим мышлением, психикой, психологией и так далее Поэтому мы изучаем мудрость великого царя Соломона Солом Амылых, он был 3000 лет назад И он нам от Бога сообщил, как работает мир И сейчас мы находимся в конце уже притчи, 31 глава Идет спецификация женщины Кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг Начал Солом Амылых в 10 отрывке И дальше он перечисляет, какой должна быть доблестная жена Но что интересно, что мудрецы и комментаторы говорят, что доблестная жена Это есть еще два значения Кроме основного значения, что это женщина, на которой надо жениться, из которой надо жить Но второе значение, доблестная жена, это Тора Это та идеология, по которой ты живешь И третье значение, доблестная жена, это твой интеллект Это твой инструмент, твой компьютер, которым ты создаешь свою жизнь. Понятно, да, идея? То есть, есть три понимания, что имел в виду царь Соломон в притче, когда говорил, кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг. Первое значение, кто найдет хорошую жену, которая реальная женщина, жена. Второе значение, кто найдет Тору, да, то есть, кому повезет, и он получит жизненную идеологию, мировоззрение, которая описывает реальность, как работает. И третье, у кого хорошо вообще интеллект работает, который умеет видеть, отличать хотя бы, отличать факты от интерпретации и хотя бы в своей же голове понимать, что мыслительный процесс, он идет сам по себе, а ты отдельно сам по себе. Вот хотя бы, если человек это начинает понимать и понимает, что его ум это механизм, который работает без остановки, и который работает, в принципе, сам по себе, уже человек сделал первый шаг к управлению вот этим вот механизмом. Хорошо, значит, у нас был одиннадцатый отрывок «Уверенно вне сердца мужа, и он не останется без прибыли», относится и к жене, и к идеологии, и к работе интеллекта. Двенадцатый отрывок вчера мы изучали. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Как жена мужу должна воздавать добром, даже если он иногда ошибается, также Тора она воздает только добром человеку, даже если человек нарушает какую-то заповедь и получает за нее наказание, то Тора помогает разобраться, как это все работает, как правильно сделать шву раскаяния и так далее. Теперь тринадцатый отрывок. Значит, тринадцатый отрывок говорит царь Соломон так. «Дарша цемер упиштим ветаас бехефетскапия». Значит, «дарша» это «придет», да, на русском языке есть такое слово «придет». Я не знаю, многие ли слышали это слово «придет», «прялка». Но некоторые даже видели такой прибор, который называется «прялка». Раньше женщина садилась, у нее был такой вот, значит, брали шерсть с овец, эту шерсть забирали у овец, срезали, там, вычесывали, собирали. В общем, собирали эту шерсть, такой комок шерсти. Она эту шерсть, этот комок шерсти у нее был прицеплен к чему-то. И она из нее вот так вот пряла нить. То есть, она вытаскивала эту шерсть и так ее сворачивала, сворачивала и наматывала на такое веретено. Такое еще было дополнительное слово «веретено». И, значит, она пряла, пряла, вот «дрож» это вытаскивать, да, на иврите. «Доблестная жена, — говорит царь Соломон, — она дарша цемер. Она добывает, она шерсть. То есть, она умеет из вот этой вот шерсти, такой вот, знаете, комка шерсти, она может из нее сделать шерстяную нить. Вы пишите, и она из льна тоже умеет делать ниточки. То есть, лен — это было такое растение, которое собирали. Тоже оно, это было не шерсть, но из него можно было делать нить. И она умела и шерстяную нить делать, и льняную нить она умела делать. «Ветас бхэфэцкапия». И работала она с желанием, с желанием она работала. То есть, она была работящая такая, эта женщина, она прям такая быстрая, расторопная и любит работать. Это очень важная вещь, потому что есть женщины, которые не любят работать. Они любят спать. Есть женщины, которые работают, но они все время недовольны тем, что они работают. Царь Соломон говорит, нет, смотри, если ты женишься, то тогда ты должен выбирать жену, которая умеет и любит работать. Которая вот она и по дому, и шерсть делает, и лен, и так далее. Талмуд нам говорит, что даже если мужчина женится, когда она женщине, то по торе у него есть обязанности по отношению к жене, у жене есть обязанности по отношению к мужу. И они в момент, когда они женятся, то он ей зачитывает вот это вот ктуба, брачный договор, в котором перечислены его обязанности по отношению к ней, а она знает, она знает ее обязанности по отношению к нему. Значит, там в этом есть целый трактат в Талмуде, который описывает взаимоотношения между мужем и женой В каких ситуациях, например, она должна его слушаться, в каких ситуациях он должен ее слушаться, ну и так далее И там написано, что даже если муж очень богатый, раньше в основном работали мужья То жена должна все равно продолжать делать работы по дому Даже если у нее есть 100 служанок Почему? Написано, если женщина не работает по дому, она сходит с ума То есть вообще, если женщина не работает и нечем заняться, она сходит с ума Значит, это простое понимание 13-го отрывка Она должна уметь и прять шерсть и лен, и заниматься желанием быть работящей Теперь, что нам говорится, если мы посмотрим, что доблестная жена это Тора Это идеология, это мировоззрение Значит, давайте посмотрим В Торе, когда начиналась, прямо начиналась Тора С того, что у Адам Решона, у первого человека Родилось два сына Одного звали Каин, второго звали Эвель Каин занимался земледелием, то есть он был земледелец А Эвель был пастух С этого начинается Тора Теперь, когда они жили, вся земля была их, они были пророки на выдающемся уровне связи со Всевышним И тут Каин говорит Эвелю Он говорит, давай принесем Богу жертвы То есть, что мы все получаем, да получаем от Бога Ну как, мы просыпаемся и весь этот мир для нас Все для нас, солнце для нас, небо для нас, воздух для нас, вода для нас, весь этот мир для нас И это Бог, он все время нам дает, каждую секунду нам дает этот Бог, этот мир Он говорит, давай что-то сделаем для Бога Жертва это курба на иврите Это как приблизиться к Богу Как можно приблизиться к Богу или к человеку Примерно как, это же модель одинаковая Человек создан по образу подобию Бога Когда ты кому-то что-то даешь, ты к нему приближаешься И говорит Каин Эвелю, давай дадим Богу жертву Эвель, который был пастух Он говорит, отличная идея, давай дадим Богу жертву И говорит нам устное предание, что Каин принес жертву от плодов, от семян льна От плодов земли То есть, он подумал, ну что мы Богу можем дать Мы же Богу ничего не можем дать Он всему миру дает, он же дает всему миру жизнь Что мы можем Богу дать И Каин принес Богу семена льна То есть, что-то совсем самое такое ненужное То есть, вообще, практически бесполезное Это был знак Это был как знак любви Когда, да, там, мужчина женщине дверь открывает Понятное дело, что женщина и сама может дверь открыть Но вот он ей открыл дверь И там, цветочек вперед пропустил Ну и так далее Это все знати такие И Каин, он принес из плодов льна Как раз вот здесь пролен А дальше это есть в Торе понимание дружбы Вот то, что мы сейчас делаем Мы вытаскиваем смыслы, которые нам сегодня пригодятся Из истории с Каином и Эвелем Которая была в момент, когда вообще мир только начинался Теперь, что сделал Эвел Написано, что Эвел, он подумал по-другому Он подумал по-другому Он подумал, как можно Богу, который дает мне все Который дал мне жизнь Который всему миру творец, создатель Как можно ему принести что-то не самое лучшее И он по-другому для себя подумал Он решил принести самое лучшее, что у него было И он написано в Торе, что он принес ягнят Самых тучных, самых лучших Вот этих вот шерсть Принес самых лучших животных И написано, принял Бог жертву Эвеля. И что? И что? И загрустил Каин. Загрустил Каин, Каин начал завидовать. Вот это была первая в Торе описанная ситуация, когда Каин, родной брат Эвеля, он начал ему завидовать. И он прямо на него смотреть перестал, начал с ним ругаться, начал ему завидовать. Тогда Бог ему говорит Каину. Он говорит, чего ты ему завидуешь? Что тебе? Говорит, если ты хочешь приблизиться к Богу, так ты всегда можешь приблизиться к Богу. У тебя всегда есть возможность приблизиться к Богу. Какая тебе разница, что делает другой человек? Ты и Бог, у тебя личные взаимоотношения. Какая разница, кто как делает? Но говорит, если ты не захочешь приблизиться к Богу, тогда, тогда, значит, написано у Бепетах, возле входа грех лежит, Вейлеха Чукато, возле входа лежит грех и к тебе его влечение. То есть, в тебе внутри находится вот эта сила, о которой сказали мудрецы, что кино, зависть, таава, вожделение и кого-то, стремление к почету, муциим это адам миналам. Они человека выводят из этого мира. И что сделал Каин? Он вместо того, чтобы принести лучшую жертву, он вместо этого убил Эвеля. Вот так начиналось человечество. Вот это вот первая серия в существовании мира. Первая серия, это уже вторая серия. Первая серия, когда жена сказала Адаму, скушай от плодов дерева, от которого Бог запретил тебе нам кушать. Вторая серия, он покушал. Третья серия, у них их дети, и их дети принесли вначале жертву Богу. Бог принял жертву Эвеля, и Каин убил Эвеля. Когда я начал изучать Тору, мне же хотелось разобраться, как работает мир. И я хотел понять, как это работает. Ну, то, что вложены в человека плохие качества, то, что называет Тора животное начало внутри, это понятно. То есть человек, если даже посмотреть внешне, мало отличается от животного. Шерсть, лапы, когти, ну, чуть-чуть все уже такое, знаете, как есть джип-внедорожник. Есть джип, паркетный джип называется. Он вроде джип, но он такой для города. Также человек, он такое животное уже паркетное такое, из зоопарка. Он когти себе подпилил. Хотя женщины делают такие длинные когти себе, и красят их специальной такой устойчивой краской, чтобы, если что, впиться в горло кому-нибудь, да, кому-нибудь. Зачем они делают такие когти, непонятно. Такие длинные, такие острые. Но у мужчины обычно когти подпилены, да. Так вот, у человека внутри есть животное. Это как бы очевидно. Мы не отличаемся от инстинктивно, мы не отличаемся от животных, от млекопитающих. И есть у человека высшая часть его душа, стремление к добру, к свету и так далее. На вот этом противоречии человек делает выбор. Или он идет к Богу, к своей высшей части, или он идет к своей нижней части, к животному. Но теперь возникает вопрос. Хорошо, но Эвель, он же выбрал, он Богу принес жертву, которую Бог принял. Почему же тогда Бог допустил, что Каин убил Эвеля? Вот это у меня был первый мой важный вопрос в Торе. И какой здесь ответ? Я сейчас, мы изучаем тринадцатый отрывок. Я хочу, чтобы мы поняли вот эту вот идею, что доблестная жена это не только та, которая вытаскивает из льна, из шерсти, вытаскивает из них нить. А если мы говорим про Тору или про интеллект, то когда интеллект хорошо работает и ты изучаешь Тору, то ты из нее вытаскиваешь смыслы. Мы сейчас из шерсти, из льна, то есть из Каина и Эвеля, мы вытаскиваем смысл, который может нам помочь сегодня в каких-то жизненных решениях и ситуациях. У меня был вопрос, почему Бог допустил, чтобы Каин убил Эвеля? Ведь он же принял жертву Эвеля и он к Эвелю хорошо относился. Почему же Каин убил Эвеля? Я как-то у одного раввина был дома в Сфате и он говорит мне, ты знаешь, говорит, вот мы когда рассуждаем на тему, как Бог к кому-то относится, какие у нас критерии, как мы можем понять, как к Бог к кому-то относится. У нас критерии простые, то есть тот, кто лучше кушает, тот, у кого есть деньги, семья, положение, почет и так далее, тот, тому живется лучше, а тот, у которого этого нет, тому живется хуже. Он говорит, это взгляд как раз Каина на мир, который Богу принес из плодов земли. Он верующий был, он верил, что есть Бог, но он считал так, что главное это земля, а духовный мир это второстепенное. И он своей жертвой, вот эти вот семена льна, он выразил свое отношение. И с точки зрения, если смотреть Каина, действительно, главное это этот мир, главное это удовольствие этого мира. Теперь, что сделал Эвель? Эвель своей жертвой, он показал, что он этот мир вообще не ценит. Он лучшее, что у него было в этом мире, то есть самых лучших овец, он отдал, он отдал в жертву Богу, он вообще этот мир не ценил. И люди, которые живут больше в духовной сфере, да, которые сильнее привязаны к Богу и к духовному миру, то для них этот мир, он ничего не стоит. И для них, то есть они в этом мире держатся, ну, по необходимости. То есть есть такие люди, я от этих людей встречал. Они как будто бы здесь, и они уже не здесь. Они вообще, этот мир, он им настолько в тягость, настолько им хочется быстрее перейти на следующий уровень. И в принципе, мы рассуждаем с точки зрения Каина. Это было ужасно, что он убил Эвеля. С точки зрения Эвеля, это был переход джекпот. То есть он ушел в следующий мир, своей страшной смертью он искупил какие-то там, там, может быть, он где-то что-то ошибался по отношению к Богу, но для него этот уход из мира был как для Раби Атива. Помните, я вам рассказывал про Раби Атива, который считается один из самых великих мудрецов за всю историю Израиля. И когда он жил где-то в 100-м году нашей эры, и его римляне, которые тогда правили в Израиле, римляне, которые правили в Израиле, которые убивали, вообще они были звери. Римляне были конкретные звери, которые убивали вообще вот так, направо и налево, вот просто так. И они как раз схватили римляне, самых главных мудрецов тогда еврейского народа, включая Раби Ативу, и решили их казнить. И была у них, у них были прилюдные казни, они просто были, знаете, такие, наслаждались тем, когда на открытии Колизея в Риме, как раз в это же время, в 120-м году нашей эры открылся Колизей, так они на открытии Колизея за две недели убили 2000 человек. Просто они приходили с детьми в этот Колизей и наблюдали, как гладиаторы убивают друг друга, как львы едят гладиаторов. Такие были, они развлекались. Великая римская цивилизация. И вот, значит, эта великая римская цивилизация, какой-то их римский наместник как раз решил, что в еврейском народе из-за того, что они слишком стремятся к служению Богу, значит, надо убрать мудрецов. И они схватили самых великих мудрецов и их решили казнить. И рабе Ативу его, они казнили страшными казнями, чтобы другие боялись. А римлянам было это нравилось, им наслаждались этим. И рабе Ативу разрывали железными крючьями, такими прям в него вставляли железные крючья и сдирали с него мясо. И стояли в это время ученики, и они кричали вообще, как такое может быть, как такое может быть, что это Тора, рабе Атива был самый великий в Торе, это Тора, и это награда за Тору, что он всю жизнь посвятил служению Богу, и вот такая ему смерть, так спрашивали его ученики. И рабе Атива, которого в это время разрывали этими крючьями, он им говорит, говорит, нет, говорит, вы не понимаете, я всю жизнь об этом мечтал. Я всю жизнь говорил два раза в день, что Ваавтай, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоей и всеми силами твоими. И что такое всей душой твоей? Будь готов отдать ради Всевышнего свою душу. И он говорит, но нельзя же идти в опасность. Поэтому, говорит, я всегда думал, смогу ли я вот так вот за Всевышнего отдать свою душу, повезет ли мне так. И вот мне повезло, он говорит, что я сейчас умираю за то, что я служу Всевышнему. И в этот момент он сказал, «Шма Исраэль, Ашем Илукейн, Ашем Ихат, Слушай, Израиль, Бог Всесильный, Бог Один». И на этом вышла из него душа. Теперь Талмуд рассказывает, что в это же самое время в духовном мире был тоже разговор, в котором ангелы, ангелы спрашивали Бога. Говорят, как таком может быть? Это, это, это Тора, это награда за Тору? То есть, как? На что Бог им ответил? Он им говорит, молчите, или я сейчас уничтожу весь мир. Тоже непонятный ответ Бога, что значит, молчите, или я уничтожу весь мир. Объясняют мудрецы, что Бог им ответил очень точно этим ответом. Он говорит, смотрите, мир создан для того, чтобы люди служили Богу, чтобы люди переходили на следующий уровень и приближались к Богу. Но если мир не хочет этого делать, то в мире нету заслуги на существование. Вообще нету. То есть, просто чтобы люди жили для того, чтобы жрать, спать и размножаться, это не, не для этого Бог создавал мир. И когда в мире заканчивается духовная вот эта вот святость, духовная энергия, которая дает миру возможность существовать, в этот момент только праведники своей смертью ради Всевышнего могут искупить этот мир и перевести мир на следующий уровень, дать миру вообще лидитимацию существовать. И на тот момент у мира был разрушен второй храм. В этот момент мир был на самом дне бездуховности. И в этот момент, когда 10 мудрецов, которые могли спастись, они обладали знанием Ковалы, и они могли менять этот мир. Но они решили пожертвовать своей жизнью ради спасения мира. Так когда ангелы Бога спросили, что такое, это люди святые, и это Тора, это награда за Тору, Бог им сказал, молчите, говорит, я могу, или я сейчас разрушу мир, или они сейчас уходят в следующий уровень игры, в духовный мир. Теперь, когда мы рассматриваем на ситуацию с Каином и с Эвелем, то нам жалко Эвеля. Мы говорим, как же так, Каин, он же преступник, он же убил Эвеля. Но если мы смотрим с точки зрения Раби Ативы, то Эвель закончил в этом мире все свои дела. У него в этом мире вообще никаких не было дел, он просто хотел уже быстрее перейти на следующий уровень игры, который он видел. Пророки видят следующий уровень, мы с вами в него просто верим. Поэтому, поэтому, значит, вот мы чуть-чуть разобрали с точки зрения, с точки зрения Торы, что такое добывать шерсть и лен. То есть это смотреть на реальность немного глубже, чем просто вот она кажется с первого взгляда. Хорошо. И что такое интеллект, который тоже умеет вытаскивать шерсть и лен и занимается все время какими-то делами? Значит, это третье объяснение, что это значит, этот тринадцатый отрывок. Третье объяснение, что интеллект человека, он должен быть все время занят работой над какими-то целями. Если интеллект не занят работой над достижением какой-то цели, которую человек сознательно себе ставит, этот интеллект начинает в холостую вот так вот просто колбаситься и разносить человеку голову. Первым делом интеллект бросается на поиски опасности. И человек попадает в состояние тревоги, он боится заболеть, боится того, боится коронавируса и так далее. Если интеллект не занят работой по достижению целей, то тогда он просто в холостую вот так вот разносит голову человеку. Все. Поэтому доблестная жена, настоящая жена, она работящая, занята работой. Значит, Тора, она нам дает понимание, что такое шерсть, леные, все глубокие вещи. А интеллект должен тоже заниматься достижением целей. Все. Удачи, успехов, дорогие друзья. Всем прекрасного дня. Желаю всем нам найти и доблестную жену. Слава Богу, кто нашел, вот я нашел уже, слава Богу. Найти Тору, найти ту систему, которая даст понимание, как надо действовать в этом мире, как все происходит. И чтобы интеллект не подводил, чтобы интеллект не работал в сторону паранойи, придумывания каких-то опасностей, чтобы интеллект не занимался драматическими какими-то сериалами, не выдумывал какой-то сложности себе, как большинство людей, выдумывает себе сложности, а чтобы интеллект занимался тем, чтобы добывал себе пищу, приносил пользу людям и помогал человеку духовно расти. Все, удачи, успехов, всем до завтра. Завтра с Божьей помощью в 10 утра мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, Тору, высшую духовную мудрость. Все, всем пока, хорошего дня. Продолжение следует...